Добрый день дорогие друзья, рад видеть вас на канале Гороскоп. Поддержите пожалуйста меня лайком и подпишитесь. А у нас бизнес Гороскоп на 11 июля 2019 года. Мы начинаем, поехали! Овен. Завтра движущие силы Овна станут здоровые, в смысле очень большие, амбиции. Любые глобальные замыслы, планы и шаги обещают принести ему успех и поддержку окружающих, начальству, партнеров и коллег. Что же завтра принесет Овну успех и деньги? Это конкретные шаги для достижения своих целей. Реализация глобальных проектов и замыслов, преодоление сложностей и преград. За что завтра Овну лучше не браться? Так это любые дела, в которых Овну надо проявить дипломатичность, ответственные переговоры или же это будет работа с клиентом. Телец. Завтра сильной стороной Тельца будет обдумывание и планирование. Его аналитические способности на высоте, благодаря чему он сможет вникнуть в нюансы любой рабочей задачи. Что же завтра привлечет Тельцу успех и деньги? Это любые дела и вопросы, где от Тельца требуется разложить все по полочкам. Научная деятельность и интеллектуальный труд, а также аналитика, обдумывание и систематизация информации. За что Тельцу завтра лучше не браться? Это любые виды творчества, новые экспериментальные подходы к чему-либо или какому-либо делу. Близнецы. Завтра близнецы на работе рискуют стать объектом критики. Возможно им придется доказывать свою правоту и защищать свои интересы. Однако лучшей защитой для них станет искреннее желание понять, что именно вызвало у окружающих такое недовольство. Что же завтра привлечет близнецам успех и деньги? Это преодоление сложностей и преград, разгребание рабочих завалов, а также работа требующая от близнецов терпения и упорства. За что же близнецам лучше завтра не браться? Это попытки критиковать коллег, отстаивание своей позиции, противопоставление себя коллективу. Рак. Завтра на работе от Рака может потребоваться поделиться своим опытом с кем-то из коллег. Возможно на это у него уйдет больше времени, чем планировалось. Однако Рак прекрасно справится с работой консультанта и наставника. Что же завтра провели счет Раку успех и деньги? Это профессиональные консультации, работа связанная с обучением и преподаванием, а также налаживание деловых отношений. За что же Раку лучше не браться завтра? Это рискованные авантюрные проекты, любые дела, в которых Рак вынужден перед кем-то отчитываться. Лев. Завтра на работе Льву потребуется жесткость. Возможно, что кто-то из начальства или коллег попытается нагрузить на него лишнюю работу. Чтобы этого не произошло, ему нужно научиться вовремя говорить окружающим «нет». А вот что завтра Льву принесет успех и деньги, так это аналитика, обдумывание, систематизация информации. Дела, где от Льва потребуется проявить свой интеллект. Самостоятельные проекты, где Лев все решает сам. За что Льву завтра лучше не браться, так это работа с людьми и карьерное продвижение. Дева. Завтра в делах лучшей ролью для Девы будет роль координатора процесса. Как простой исполнитель, она не сумеет себя реализовать, а вот направлять и контролировать работу других будет прекрасно. У нее получится. Что завтра же привлечет Деве успех и деньги, так это профессиональная консультация, организаторская работа и руководящая работа. А вот за что Деве лучше завтра не браться, так это работа по чьим-то жестким контролям или руководствам. Срочная работа в режиме нехватки времени. Весы. Завтра весы склонны демонстрировать коллегам и начальству удивительное упрямство. Их будет сложно переубедить, если уж они что-то решили. Хорошо, если решение весов окажется правильным, если же нет, они рискуют весь день упорствовать в своих ошибках. Что же завтра привлечет весам успех и деньги, так это работа, где весы сами принимают решения и несут ответственность за свой результат. Научная деятельность, интеллектуальный труд, а также работа с информацией. А вот за что весам лучше завтра не браться, так это любые дела, где требуется коммуникабельность. Переговоры с начальством, коллегами, партнерами. А также любые важные шаги и решения. Скорпион. Завтра лучшей стратегией для Скорпиона будет проявление гибкости в любых рабочих вопросах. Он прекрасно сумеет балансировать на грани, извлекая выгоду для себя даже из проигрышных, на первый взгляд, ситуаций. Что же привлечет Скорпиону завтра успех и деньги? Так это дела, требующие от Скорпиона гибкости и умения приспосабливаться. Работа, в которой Скорпион все решает сам, а также деловые переговоры, заключения сделок и договоров. А вот за что Скорпионом лучше не браться, это любые дела, в которых Скорпион обязан действовать в жестких рамках, а также прямое противостояние с коллегами и конкурентами. Стрелец. Завтра дипломатические таланты Стрельца помогут ему завоевать очки в глазах начальства и коллег. Стрелец способен улаживать самые острые вопросы в коллективе, сглаживая конфликты и принимая поистине соломоновые решения. Что завтра привлечет Стрельцу успех и деньги, так это улаживание деликатных вопросов, налаживание отношений с начальством, коллегами, партнерами, ответственные переговоры. А вот за что Стрельцу лучше завтра не браться, так это любые планы и дела, связанные с деньгами. Занятие точными науками, финансами, бухгалтерией. Принятие жестких и непопулярных мер. Козирог. Завтра Козирогу будет скучно в привычных рамках, он предпочтет эти рамки разнообразить и раздвигать. На работе только новые необычные проекты способны вызвать его энтузиазм. Более того, Козирог способен заразить всех вокруг своими новаторскими идеями. Что же привлечет Козирогу завтра успех и деньги, так это участие в новых проектах, новый экспериментальный подход к привычным делам. А также любые дела, где от Козирога требуется энтузиазм и дар убеждения. А вот за что Козирогу лучше не браться завтра, так это работа, которая не нравится Козирогу или вызывает скуку. А также любые дела, в которых Козирог вынужден действовать в жестких рамках и не может проявить свою фантазию. Водолей. Завтрашний день может стать новой вехой в карьере Водолея. А уж положительный или отрицательный зависит от него. Для того, чтобы отстоять свое мнение перед коллегами и начальством, ему стоит запастись не только железными аргументами, но и личными обязательствами. Что же завтра привлечет Водолей успех и деньги, так это продвижение своих проектов, работа на свой имидж и карьеру. Важный разговор с начальством. А вот за что Водолею лучше не браться завтра, так это противопоставление себя коллективу, а также новаторский подход к любым вопросам. Рыбы. Завтра отличный день для того, чтобы рыбы поделились своими знаниями и опытом с кем-то из менее квалифицированных коллег. Им отлично подойдут роли наставника, советчика, а также консультанта. Что же завтра привлечет рыбам деньги и успех, так это профессиональная консультация. Работа, связанная с обучением, преподаванием, заключение сделок и договоров, переговоры, посредничество. А вот за что рыбам лучше не браться завтра, так это работа в авральном режиме, а также дела, требующие от рыб точности и внимания к велосипеду. Спасибо за внимание, дорогие мои. До встречи. Пока-пока.